1996 год начался для Шахруха Кхана с тусклой ноты. Он снялся в провальной мелодраме «Индийский наследник английской семьи», который был примечателен разве что его парой с красавицей Санали Бендре. Следующим его проектом стал малобюджетный романтический мюзикл «Страстная любовь». Откровенно говоря, это был такой себе фильм, зато он ознаменовал для Кхана сотрудничество с семьей Пхат. На съемочной площадке он встретил двухлетнюю Алию, младшую сестру своей коллеги Пуджи Пхат. 20 лет спустя Шахрух снимется с Алией в фильме «Дорогая жизнь». Мстительница Первая, так называемая, роль Шахруха в качестве особого появления. Я включила ее в список, потому что это единственный фильм, где у него действительно была существенная роль. На момент выхода Мстительницы Шахрух уже был звездой и может показаться странным, почему после непохищенной невесты он соглашался на такие незначительные появления. Ответ прост – три его предыдущих фильма снимались до невесты и просто задержались с выходом. Но в то же время эти маленькие роли были важны, чтобы оставаться на публике и держать руку на пульсе. Любовь без слов А вот и 1997 год. Такой же важный для карьеры Кхана, как и 95-й. Настало время проявить себя, и он не подкачал, выпустив серию работ с хорошими сценариями, топовыми партнершами и лучшими режиссерами. Любовь без слов был хорошим началом, хоть и не самым успешным, но и не провалом. Как боссу утерли нос. В этом фильме Шахрух снова работал в тандеме с Азизом Мирзой, одним из его первых режиссеров, и Джухи Чавлой, ставшей его хорошей подругой. По результатам кассовых сборов, картина получила статус выше среднего и добавила Шаху любви зрителей. Обманутые надежды. Единственное сотрудничество Шахруха с Убхашем Кхаем и один из самых успешных фильмов для них обоих. Это хороший фильм, но отчасти потому, что Кхай – это красивый видеоряд и нереальная мелодрама, а Шахрух – молодой и эмоциональный. Сумасшедшее сердце. Второй фильм Шахруха и Яша Чопры – огромный хит. Когда они снимали жизнь под страхом, Яш Радж в студию переживала нелегкий период, а Шах был новичком. Они могли рискнуть, но успех порождает страх. Теперь они решили не испытывать судьбу и сняли безопасный фильм, где Шах сыграл привычного для себя героя мелодрам, а Яш Чопра представил крупнобюджетную музыкальную феерию. Двойник В 1998 году Шахрух Хан получил прибыль от прошлых работ. Еще до того, как вышли фильмы 1997 года, он знал, что его карьера в безопасности, поэтому мог позволить себе несколько случайных второстепенных фильмов. Двойник был ужасен, но это Махеш Пхат, Джухи Чавла и Санали Бендре, а еще продюсер Яш Джохар. Шахрух, как и большинство успешных людей, знает, как налаживать связи. Любовь с первого взгляда Можете ли вы поверить, что это кино вышло в том же году, что и Двойник? Но оба они были в равной степени рискованными. Это были странные сложные роли, которые дали Шахруху возможность поработать с великими режиссерами. Ему предложили их только потому, что он был крупной звездой. Двойнику Махеш Пхата нужен был кто-то, кого бы приняли зрители в двойной роли. А проекту Любовь с первого взгляда нужно было громкое имя, чтобы продать его публике на хинди. Все в жизни бывает. Трудно поверить, но этот фильм тоже был огромным риском. Глупая студенческая мелодрама, снятая режиссером-дебютантом Кароном Джохаром. Это даже не давало Шаху преимущества новых связей, поскольку он уже работал с продюсерским домом Дхарма Продакшн над Двойником. Но риск окупился с лихвой, и фильм стал культовым, показав, что Кхан стал королем индийских кассовых сборов и императором на зарубежных рынках. Бат-Шах Кроме запоминающейся заглавной песни, этот фильм ничем не может похвастаться. Сюжет слабый, а героиня ужасна. В чем не стесняясь, признается и сама Твинкл Кханна. Но приятно видеть, как Шахрук, став знаменитым, продолжал поддерживать связь с людьми, которые помогали ему в начале карьеры. Режиссеры Аббас и Мастан подарили ему игру со смертью, и он поддержал их проект, прекрасно понимая, что роль не очень интересная. Трепетные сердца В 2000 году, когда Шахрук вдруг оказался на вершине, никто больше не предлагал ему возможности. Больше некуда было взбираться, и ему пришлось пробивать свой собственный путь, и он ужасно провалился. Фильм «Трепетные сердца» не сказать, что плохой, но по наполнению напоминает не сыр с маслом, а сардины, мороженое, горчицу и персики. Все ингредиенты были хороши сами по себе, но выглядят ужасно, когда перемешаны в одной чаше. Азарт любви Еще одна неудачная работа в фильмографии Шахрукха. Но она таковой не должна была быть. Кхан изначально заинтересовался идеей и сотрудничеством с режиссером Мансуром Кханом, который снял фильм «Приговор». В то время, когда Шахрук подписал контракт, он должен был играть вместе с Амиром Кханом, и в нем участвовала популярная красавица Айшварья Рай. А потом Амир выбыл из проекта. Роли переписали, и персонаж Шахрукха как бы затерялся в этой перетасовке. Очередной провал короля. Влюбленные Забавно, если оглянуться на начало 2000-х, кажется, что это золотая эра Шахрукха Кхана, когда у него выходил хит за хитом. Влюбленный помог актеру заземлиться и перейти из ролей беззаботных парней в новую эру более зрелых романтических героев. Забавно видеть, что это произошло сразу после азарта любви, где он сыграл незрелого лидера банды плохих парней. Во влюбленных был новый Шахрукх эпохи 2000-х. Опекун Если в начале карьеры Шахрукха все было связано с экспериментами и созданием новых связей, то во второй половине он наслаждался тем, что посеял. А это не всегда хорошая идея. Джухи и Шахрукх здесь отличная пара, но, возможно, было бы лучше потратить время на эксперименты с подающими надеждой актерами и режиссерами, вместо того, чтобы возвращаться к старым знакомым и не очень хорошему сценарию. Громкий актерский состав, крупный бюджет и большая музыка привели к отсутствию воображения. Император Ашока Вторая попытка Шахрукха даже глупее первой. Лично мне фильм понравился, но как бизнес-идея это изначально был провал. Исторические костюмированные драмы почти никогда не работают. Шахрукх, в частности, всегда лучше всего проявлял себя как суперсовременный герой, а не древний воин. Карина Капур казалась рядом с ним очень молодой. К тому же он уже подписал с ней контракт на свой следующий фильм, что придавало странную атмосферу всему этому роману. Кроме того, бюджет был одновременно большим. Очень сложно вернуть прибыль, не вкладываясь еще больше в рекламу и распространение. И слишком маленьким. Сцены сражений кажутся недостаточно эпичными. В общем, это был один из крупных провалов в карьере Кхана. И в печали, и в радости. Это была самая низкая точка в карьере Шахрукха. Когда он только начинал, то всегда искал возможности добиться большего. Но потом он добился успеха и упал, зависнув над пропастью. За последние три года у него не вышло ни одного хита. За исключением влюбленных. Который все больше и больше походил на счастливую случайность. И его компания Dreams Unlimited исчезла. Провалы убили его бизнес и могли бы стать концом его карьеры. Но появился и в печали, и в радости. И вывел Шахрукха на совершенно новый уровень. А что было дальше, я расскажу в следующем видео. Кто пропустил первую часть, смотрите предыдущий ролик. Если было интересно, не пожалейте лайка. С вами была Мила, до новых встреч!